Привет-привет! Вы на канале Зеленый Огород, с вами Елена. Сегодня я нахожусь около грядки с чесноком в очередной раз и буду делать последнюю подкормку. Сейчас, когда мы с вами обрезали уже все стрелки, их теперь нет. Чеснок у нас вверх больше не развивается. Он набрал в листовой массе очень много питания. И теперь нам нужно сделать так, чтобы все это питание из листьев поступило в головку чеснока. Вот я одну головочку чеснока выкопала. Вот посмотрите, как выглядит головка чеснока ровно за месяц до уборки. Когда мы с вами убрали стрелочки, после этого остается практически месяц. Может чуть больше, может чуть меньше. Это в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете. Но вот совсем немного времени остается до его уборки. Обычно чеснок мы убираем с 20 июля и до начала августа. Вот так выглядит мой чеснок. Сегодня у нас 27 июня. И я надеюсь, что в 20 числах я уже приступлю к его уборке. Но что нужно сделать сейчас? Обязательно его подкормить. И эта подкормка будет последняя. А подкормить его нужно калием. Можно взять сульфат калия. Вот обычный сульфат калия. И развести 1 столовую ложку на 10 литров воды. Лучше всего сульфат калия разводить в теплой воде. Градусов 40-50. И буквально за 2 часа развели. И после этого удобряете. И использовать 1 лейку, то есть 10-литровую лейку на квадратный метр. Если посажено вот так, как у меня, рядочками, все ровненько. Также можно подкормить монокалийный фосфат или монофосфат калия еще называется. Вот это удобрение нужно использовать 10 грамм. Потому что оно не гранулированное, а мелкая-мелкая россыпь. Поэтому всего лишь 10 грамм. И точно так же на квадратный метр. Еще можно использовать калиемагнезию. Его использовать 3 столовых ложки на 10 литров воды. Это все прекрасное удобрение вот именно в этот период. Также в это время наш чесночок можно подкормить вот таким препаратом гетероауксин. Это прекрасный стимулятор корнеобразования. Источник органического питания. Этот стимулятор поможет хорошему наращиванию корневой системы нашего чеснока. И он будет брать питание не только из земли. Но он теперь будет питание забирать из листьев. И все питание из листочков, из стебля будет поступать к корешкам. А за счет этого будет наращиваться большая головка чеснока. Вот именно для этого делается последняя подкормка. В это время нельзя проводить никаких азотных подкормок. Поэтому в последний период, вот именно за месяц до сбора урожая, мы не подкармливаем чеснок ни птичьим пометом, ни коровяком, ни зелеными удобрениями, так как там очень много азота. А если мы подкормим азотом, у нас просто теряется лёжкость чеснока. Он зимой будет очень плохо храниться. В это время нельзя также проводить подкормки по листу. Это тоже абсолютно уже ни к чему. Так как мы уже вершинку оборвали, стрелочки у нас уже нет. Развиваться вверх нечему, у нас идёт только наращивание корня. Поэтому только калий. И всё. И дожидаемся, когда у нас созреет чеснок. Ну а теперь, как я удобряю. Я в 10-литровую лейку, как я уже сказала, ровно столовую ложку сульфата калия. И на квадратный метр стараемся, чтобы всё это достигло корневой системы. И всё. И вот так вот мы проливаем все наши грядочки с чесноком. И дожидаемся, что же у нас с вами вырастет. Ну что ж, на этом всё. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Хороших вам урожаев чеснока. Пока-пока.